Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это очередной выпуск новостей касаемо игры The Isle of Rima. Огромное спасибо всем нашим донатерам и спонсорам за финансовую поддержку на канале. Итак, сегодня поговорим о девлоге и взглянем, чем занимаются разработчиками за кулисами. Весь девлог перечитывать не буду, наверное, лишь её важную часть. В принципе, основное мы уже знаем и разбирали в других новостях. Отдельное спасибо админу Age of Dina Evrimo Lanelli за помощь. 45-й девлог. До сих пор ведется работа над нормами. Работают над их внешним видом, над производительностью и масштабированностью системы. Продолжена работа над способностью сокрушения рекса, которая является разновидностью выпада Дейна. Геймплейно они сильно отличаются, но кодовая часть в основном общая. Уже есть некоторая функциональная система, и сейчас работа в основном заключается в том, чтобы все анимации выглядели так, как нужно, помимо их балансировки. Кроме того, проведена большая работа по исправлению ошибок, улучшению системы и обновлению движка. Далее. Новая атака хвостом для стегозавра, о которой я говорил ранее, это другой вид атаки, который наносит больше урона, но требует большего внимания для использования. К атаке нужно готовиться, удерживая правую кнопку мыши, которая визуально поднимает вверх хвост динозавра, а также служит предупреждением для других игроков. Затем игроки могут использовать левую кнопку мыши для выполнения атаки, которая немного отличается, если кто-то смотрит вверх, вниз или горизонтально. Это позволяет поражать определенные области других, но также означает, что нужно быть более осторожным с ним, чтобы не замахнуться, например, над более мелкими целями. Есть и вторая версия взмаха, которую можно выполнять во время спринта. Это бьет по широкой дуге перед динозавром, что действительно открывает новые возможности в бою. Начата работа над пситакозавром в качестве нового динозавра с искусственным интеллектом, который будет представлен в ближайшее время. Все-таки наша любимая пситака будет как бот, который будет появляться в норках. Также ведется работа над новой системой камер, которую некоторые из вас, возможно, уже видели в качестве концепта. План состоит в том, чтобы приблизить точку зрения игрока к динозавру, обеспечить лучшее ощущение масштаба. Плюс ко всему Punch Packet упомянул, что, скорее всего, все камеры будут упрощены. Это, естественно, не точно. По словам многих, это будет лишним, поэтому они решили слегка упростить. Но опять же, верить в это или нет, тут уже сами. Кстати, большое количество игроков уже плохо отозвались об этой системе. Система спарринга частично перенесена уже даже на трайка. Помните, я как-то рассказывал про порт на карте, это к неделе две назад. Разработчик VisualTech сказал, что он работает над портом. Вот некоторые модели кранов, примерное его нахождение, возможно, будет на юго-востоке, но это пока не точно. Крысы, ящерицы и различные насекомые на острове будут появляться по мере разработки игры. Команда Кьюалити занимается тестами мутаций. Кстати, об одной из них еще кратко. Для Дейнозуха будет определенный перк. Мы сможем плавать в соленой воде и не умирать. То есть соленая вода в сочетании с одной из мутаций позволит нам ее даже пить. Тестировщики мутаций имеют доступ к большому набору мутаций, которые доступны для тестирования. В настоящее время игрок может выбрать только 4 мутации в одной жизни. Из-за того, что система мутаций навсегда блокирует их после выбора, мы хотим, чтобы все варианты были одинаковыми ценами, как и другие. И чтобы побудить игроков выбирать не только усиления, ориентированные на урон, имея это в виду большинство мутаций, увеличивающих урон относительно слабы по сравнению с другими. Например, те, которые повышают выживаемость, будь то усиление лечения, восстановление выносливости или замедление истощения голода. Чуть про мутации. Лучшее ночное зрение, которое сможет поднять диапазон в ночи или даже подсвечивать силуэты. Вожак стада, который позволит увеличивать размер лимита вашего динозавра. Мутации каннибализма. Мы сможем есть свой вид, и нам не будет за это никаких штрафов или дебаф. Любители дилуфазавров, радуйтесь. Галлюцинации в будущем будут действовать на искусственный интеллект персонажей, а не только на игроков. Время рассвета и заката будет скорректировано таким образом, чтобы солнце вставало раньше и садилось намного позже. Дни станут, короче, немного длиннее, а ночи, короче. Тепловая карта. По исследованиям данных видно, где чаще всего находятся и бегают игроки. Разработчики хотят добавить в места посещения игроков новые здания и разнообразить немного ландшафт. Сделать и другие места доступными. Трайк и Майозавр. Процесс их разработки идет хорошо. Вот несколько примеров. Эти анимации еще не окончательны. Трайк и Майозавр. 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 и комментируй. В общем, всем хорошего выживания в The Isle of Rima. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok